Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Из прошлого выпуска вы поняли, что наш шпиц Оливия ожидает потомства. Не буду мучить вас и сразу скажу, что родила Оливия 6 февраля 2019 года. Мы снимали процесс родов, но не опубликовали это видео по этическим соображениям, потому что роды прошли очень трудно и длились они почти 9 часов. Ночью Оливия с нашей помощью родила девочку, но потом роженицу пришлось кисарить, чтобы спасти младшую сестренку. Подробнее об этом мы рассказали в статье на нашем сайте. Сейчас у нас трое шпицов – мама Оливия и две ее дочки. Полюбуйтесь на этих малявок. В первый день Оливия ходила в бандаже, который защищал послеоперационный шов от когтей и щенков и не давал возможности Оливии зализывать его. На второй день нами было принято решение заменить его на ликопластырь, так как он мешал Оливии ходить в туалет и часто перекрывал доступ щенков к соскам матери. После снятия бандажа Оливия кормит щенков и ходит в туалет самостоятельно. А теперь давайте знакомиться. Это старшая сестренка. От младшей ее отличает ниточка, повязанная вокруг шеи. Девочка любит петь во время кормления. Убедитесь в этом сами. И канарейку заводить не надо. Питомец два в одном. Наевшись, девочка крепко засыпает рядом с мамой. Младшая сестренка похожа на старшую, только чуть меньше и светлее. Девочка появилась на свет позже примерно на 7 часов. Эта малявка не такая разговорчивая, но повозмущаться любит. Засыпает она около мамы Оливии, но потом убегает в укромное и теплое место. Поначалу у младшей были сложности с кормлением. Она не умела сосать, а только облизывала соски матери. Возможной причиной этому было воздействие наркоза, но к вечеру она стала бодрее и не отставала в питании от старшей сестры. Дважды в день взвешиваем наших девчонок и записываем данные в таблицу, которую при желании вы сможете посмотреть на сайте. 9 февраля решили показать Оливию ветеринару, чтобы оценить состояние ее здоровья. Щенков перед поездкой в клинику хорошо накормили и оставили дома. О подробностях посещения ветеринара вы узнаете в соответствующей статье на сайте. Имея несколько источников, для публикации материалов мы решили разделить информацию по направлениям. Со свежими новостями и о том, что осталось за кадром, вы сможете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Помет 2019». Анонс новых статей публикую в группе ВКонтакте. Фото и видео фрагменты увидите на нашей страничке в Instagram. Все ссылки под видео. А здесь я постараюсь меньше говорить, а больше показывать. Надеюсь видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо. Всем пока.